сразу показываю вам платье вот такое и она в пол длина просто вообще туда в пол в пол в пол в пол вот такая длина в пол приветик всем ну что микрофончики сюда сделаю потому что кто-то написал что не очень хорошо слышно ну микрофончики будут здесь счастливый вам гигантский приветик посылаю знаете я тебя сегодня там по делам мне надо было и где-то наверное от монреаля километров 40 ну паскарадусной дорожки еду и такую картину наблюдала первый раз сколько я здесь и сколько мы съездили детьми с семьей еще когда все вместе были сколько ездили за город и вокруг по канаде ездили первый раз видела такое преследовали а значит полицейские преследовали один огромный трак тракать так как грузовая большая большая грузовая машина и вы знаете наблюдала такой наблюдала такую картину потому что они то обгонят то ну мы за ними то есть они не блокировали вот этот вот в красной всю эту скоростную весь этот хайвей они не не блокировали его то есть мы ехали как ехали все машины но как профессионально работали полицейские даже не включили сигнализацию это в аварийку даже не включали но вы себе писать и как они его окружали но может быть человек я не думаю что пьяный это у нас так редко чтобы пьяный водитель был тем более утром было часов в десять утра и на такой огромной машине может человеку плохо может что-то как-то неадекватно может быть не отдохнул хорошо не знаю но он вот петлял вот так вот петлял но никого не задевал как-то вот не особо быстро ехал но вся это вот такая махина вот так вот петляет по огромной этой скоростной трассе и вот они как его как они его преследовали вы знаете они его так аккуратно книга даже какие-то машины не опознавательные что это полицейский как-то него так сдвигали сдвигали его туда к рабочине к выходу к выходу чтобы нам нет и никому не мешать но до того такое интересное было преследование знаете здесь есть канал на ютюбе канал есть вот как останавливают таких как преследует как вот с вертолета навигации управляют но в общем я так видела если что-то когда-то такое видела преследование только видела вот так на ютюбе если какой-то ролик попадался а это вот на моих глазах было знаете расскажу вам однажды что же лет 20 назад было у меня была одна моя моя знакомая она ей она прошла операцию ей удалили грудь но это было еще в ее стране и она когда сюда приехала то здесь есть такая программа была я не знаю сейчас что как это тогда была такая программа женщины которые вот-вот от этого пострадали кто-то там ну в общем по-женски какие-то вещи то они могли ей могли ей по этой программе восстановить искусственно сделать грудь эту одно то есть она попадала под эту программу и вот она рассказывает а это в другой город ехать надо ты тут оформляешь все 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 бумаги тебе назначают день операции ты едешь другой город и вот она рассказывала что она поедет на трассе едет на операцию у нее там допустим в десять утра операция это два часа от монреаля и вот она говорит еду по трассе и превысила скорость меня останавливает полицейский ну говорит вот так и так вы превысили скорость куда вы едете она говорит ну у меня операция показывает ему бумагу что у меня операция еду вот так и так и я должна успеть во время поэтому так извините там все такое он говорит ну мы мы вас остановили чтобы это ваша безопасность так 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 в общем отпускает ее вы держите хорошие вам операции не волнуйтесь но держите раз дистанции держите скорость не превышайте и отправил ее она говорит ой ну там после операции там говорит через месяца два пришел тикет пришел штраф ей она говорит я такая почта открываю думаю какой а тогда не было он ларин еще 20 лет назад еще так не было онлайн год открывая почту письмо пришло пришло тикет пришел она говорит прошло два месяца вот представляете насколько он не хотел ее расстраивать я не знаю это вот есть в правилах или как но вот здесь могут так сделать вот если ты едешь куда-то на операцию или ты вот там ну что-то ты себя не очень хорошо чувствуешь или что-то тебе могут сказать да да езжа и удачи тебе него не расстраивайся и тебе отстрочат немножко все равно пришлют тикет но ты как-то она говорит тоже была так удивлена она говорит висаж через два месяца когда уже операция прошла и она уже вроде как и успокоилась и все и все равно этот тикет ей пришел этот штраф ей пришел но вот пришел вот с такой отсрочкой да ну что еще хотела вам рассказать хотела почитать ну во первых всем 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 спасибо за такие комментарии прекрасные вечера читала и комментарии сегодня читаю комментарии такие теплые хорошие комментарии пишите за показывала вам вчера свой шопинг как я там на покупать хотела что-то примерялась ольга пишет боже мой как же на вас раза на смотреть и слушать приятно какая вы красотка как будто вас лепили все настолько пропорционально красивый внешний душой как можно себя вот так сохранить в такой форме красотка любой молоденькой нос утрете благодарю что вы есть и что радуете нас счастья здоровья и вселенской любви вам маленько ну невероятно хотел сказать ангелы вы был невероятно такие приятные слова спасибо спасибо вам большое я прям очень-очень тронута вашим таким ласковым комментариям такими приятными словами если вы можете так красиво написать одна женщина может написать сказать другой женщине у вас очень красивая душа и вы тоже вылеплены спасибо вам большое ну вот по поводу еще раз еще раз хочу вернуться по поводу упражнения по поводу фигуры не сомневайтесь ни в чем не 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 на секундочку одно единственное что надо делать это просто делать это упражнение ежедневно ну вот кто-то пишет роза на делаю два раза в неделю то делала делала потом бросила опять начала но все равно вижу результат все равно ты видишь результат но так как делаешь каждый день ты просто на глазах на глазах на глазах ты себя просто не узнаешь действительно как будто бы художник тебя вылепливает и это делаешь для тебя это так приятно а вот представляете точно такая же лепка вот такая вот идет внутри все органы представляете эти все органы просто вот как изначально все поднимаются все встают на место какая какая косметическая работа какая косметическая космическая космическая работа это мы с вами делаем новые нанотехнологии которые вообще да они известны они старые школьные детского сада что там говорить но представляете если его делать каждый день это упражнение какой роскошный результат многие вот галина тоже пишет фигурка у розаночки заглядения для ее возраста как у девочки но платья менее не смотрятся возраст не спрятать никак согласна с вами даже вы знаете даже если даже и смотрится я не хочу не под даже не потому что сумму не смотрится вот я себя уже не ощущаю вот вот в коротком не ощущаю хотя красиво и но я просто мне самой некомфортно и согласна с вами согласна мне нравится вот прям по прям вот так в пол в длину в длину кита лисе успешит за на вы просто модель ножки стройные как я люблю а майкл тоже не а где майкл а майкл с чарли пошел сидеть а майкл тоже не хает тоже не хотится меня так умиляет такие романтические истории люблю как же какой же ценный у вас канал и про жизнь и про болезни и про счастье счастья счастье 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 ой любовных историй много вам могу рассказать ну по ходу как это знаете чтобы настроение было кто-то мне написал розаночка расскажите как же так сейчас я найду этот сейчас я найду этот комментарий моя хорошая спрашивает меня розано расскажи да вот сейчас сейчас хотела заострить внимание такой комментарий знаете какой бережный столько в этом комментарии вы знаете вот бережное такое отношение вот сейчас почувствуете это вот смотрите надежда пишет розано тема очень серьезно и непростая про диабет конечно темать очень серьезная просто что я не хочу так все это все это преувеличивать еще на к о чем вы говорите это серьезное заболевание это сложное заболевание многие даже кто уже заболев не понимают с какой болезнью они имеют дело я вчера когда рассказывала про этих двух своих сотрудниц я максимум сделала этот эти сравнения полегче но я видела картину я наблюдала я видела как-то разлагается просто вся разлагается выходит из строя только потому что не делает диету не соблюдает только поэтому и как это которая соблюдала тоже у нее была себя не очень бывало много в какой форме это просто две разные жизни были да конечно умница надежда вот смотрите очень бережно написали вот настолько написали какая-то в этом есть бережливость глаза на тема очень серьезно и простая мой муж заболел в двадцать восемь лет стресс обнаружили в очень тяжелой форме как правило да как правило это это заболевание о себе говорит начинает говорить тогда когда уже тяжелая форма тяжелая форма мой муж заболел 28 лет стресс обнаружили в очень тяжелой форме инсулин с первого часа он очень пунктуален сейчас ему 73 года 45 лет болезни на пенсию ушел по возрасту не по инвалидности четырехразовый укол инсулина инсулин это спасение сохранены относительно все органы небрежное отношение к себе недопустимо как то вот так если в двух словах вот так написала надежда умница такое участие ваша в этом и конечно же ваше бережное отношение к этой ситуации в 28 лет вы оба были совсем молодые и столкнулись с таким заболеванием понять в 28 лет что нужно все поменять полностью образ жизни питание все пересмотреть также оставаться в жизни наслаждаться жизнью жить работать но при этом все соблюдать 73 года браво 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 и конечно вот как вот потому как вы написали так трогательно так бережно так осторожно аккуратно прям большое большое вам поклон вот таким пониманием прошла с человеком который имел это заболевание вы очень надежный спутник по жизни вы очень надежный спутник по жизни дай бог вам еще столько же иметь радости и удовольствия так ну вот ну а вот зоенька ой такая моя хорошая здравствуйте раза на платье на вас который окра красивая видно тепленькая как раз на осень вам идет вы похудели и очень заметно майкл украшает ваше видео у меня вопрос как вы при муже смогли влюбиться ведь муж с вами на протяжении жизни и как вы с этими чувством жили или боролись расскажите пожалуйста ваш опыт ваше видео не пропускаю смотрю всегда с поднятыми руками умница умница то есть палкой счастья 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 вам вам написала зоя ну вот хочу вам ответить моя хорошая ну конечно я влюбилась когда уже моего мужа не было когда случилось с ним что я говорю рассказывала что мой муж ушел в жизнь за 15 минут за 15 здоровый молодой спортсмен чемпион по водному полу метр девяносто рост широкоплечий но пола водное пола занимались дети тоже мальчики тоже по водному полу и старший тоже чемпион кребека по водному полу на это его было как увлечение на совершенно другой деятельностью занят закончил там совсем другое это было как увлечение и он уже наверно лет 17 с 18 тренировал детей пока учился в университете он очень много лет тренировал детей этим видом спа то есть здоровый молодой мужчина 15 минут его не стало и это нам написано у него hard атак это как инфаркт инфаркт получился у него вот вот так вот случилось и конечно я получилось у меня возникли какие-то другие отношения и нет ни один раз возникали за это время и конечно когда его не было поэтому поэтому ну конечно когда ты живешь семье в семье когда ты тебе уютно комфортно в семье я не думаю что могут возникнуть хотя знаете жизнь такая что по всякому может быть нет но у меня приключились все мои другие любовные истории красивые интересные которые сопровождают меня по сегодняшний день но этой истории все конечно уже случились после того как моего мужа не стало так что вот нечем делиться нет двойную жизнь конечно вы что двойная жизнь жить и быть влюбленной в кого-то и в семью приходить это такой стресс это какое удовольствие это какое наслаждение это стресс так что зоя вот ответила вам на ваш вопрос многие написали вот татьяна тоже мне пишет розаночка вы просто модель ладненькая классненькая просто красавица но все кто так может другой женщине написать вы тоже красавица и вы тоже ладненькая спасибо вам большое розана а выходите в спор какой-нибудь спорт клуб ну в джим или на фитнес эльвира спрашивает нет эльвира не хожу и никогда не ходила и никогда не этим спортом не занималась только начала делать и вот уже в декабре будет 10 лет девятый год на или девять лет да я наверное 9 лет пойдет 10 до наверное 9 лет будет как я поднимаю ежедневно одно единственное вот поднимаю руки конечно когда начинала это было одно сейчас эти я руки не просто поднимаю и я так соединяю я так соединяю я так могу за ухо тут могу забраться и я наклоны сильно делают то есть вот такую вот нагрузку спиной хожу я вам говорила 3 4 шага назад вперед 3 4 шага назад вперед раньше я ходила три четыре шага разворачивалась три четыре шага так ходила а сейчас нет два три шага вперед эти два три шага назад два три шага вперед эти два три шага назад и сейчас так это ловко делается что я даже даже не замечать не представляю как это назад не делать тоже уже привыкла уже на второй год делаю может год делаю второй год пошел так что только вот это упражнение спасает на что еще хотите почитать чтобы почитала какие-нибудь комментарии хотите немного 20 минут ну вот хотела же с вами одну тему 1 1 тема но она тоже она такая она такая тема тоже очень очень деликатная деликатная серьезная тема гормональные процессы которые я замечаю за не за женщинами не за мужчины за людьми гормональный процесс это вот прям знаете прошли вот эти вот за за 30 лет как-то я даже вот писатель при мне полная открыта картина и это я делаю выводы ну вот мы с вами отдельно вот на эту тему отдельно я к ней как-то так немножко подойду так чтобы чтобы ничьи чувствование не задеть и подойду как-нибудь вот момент такой будет но вот я как я замечаю к чему идет и как этот процесс из моих наблюдений какой вот могу сделать какой могу сделать вывод но еще тоже хотела с вами поговорить какой вывод сделала я вам рассказывала что я очень с молодой очень любила разговаривать со взрослыми но самое главное что я помню что они мне отвечали что каждый из них отвечал я у родных своих спрашивал у родных своих но уже старше кто был там девчонка была спрашивала у своей тети своего дяди спрашивала у кого-то взрослый кто уже был мама спрашивала у мамы спрашивала и помню все что мама мне говорила на на тему с чем мы приходим и и с чем мы заканчиваемся вот как-то тоже вот такие выводы определенные сделала просто с вами порассуждаем это никакие научные мои там наблюдения или счет просто наблюдения о которых мы с вами порассуждаем я думаю у каждого из вас тоже есть свой определенные какие-то наблюдения какой-то свой определенный опыт что вы тоже где-то сталкивались с этим где-то видели так может быть кто-то и взрослого кого-то спрашивал и это немножко как-то в памяти может быть у кого-то всплывет какие-то свои интересные вот такие факты ну мы с вами поговорим вот у нас всегда найдется всегда найдется о чем поговорить ну что бесконечно вас всех уважаю всем спать да кстати вы знаете что что-то я вот смотрю на канале что происходит это же у меня не первый канал я по другому каналу своему служу я вижу что проверьте и приходит ли вам а приву приходит ли вам уведомление что видео вышло проверьте подписаны вы или нет я вижу что что-то происходит с каналом я во внутреннем своем файле вижу как у меня идет процесс а внешне это не показывается вот какой-то сбой я это вижу поэтому проверьте так на всякий случай проверьте подписаны ли вы если вы хотите подписаться подписывайтесь спасибо что не забываете ставить лайки и конечно же счастье счастье и нам всегда найдется о чем поговорить потому что все только начинается в любом возрасте все только начинается конечно все обнимаю вас хороших прекрасных чудесных замечательных выходных и как только какая-то что-то вот сюда мысль закралась вот что-то какая-то тревога что-то как-то куда-то закралась сами себе скажите я мои выходные себе не испорчу только из-за того что я что-то не так думаю все обнимаю вас